В Брюсселе согласовали продление санкций против России. Решение приняли послы стран ЕС. Через неделю его должен окончательно утвердить Совет Министров Юстиции Евросоюза. О каких именно ограничениях идет речь, расскажет Елена Абрамович. Полторы сотни человек из 40 компаний. Им заморозили активы и запретили ездить в ЕС еще в марте 2014-го. На полгода. После этого Брюссель постоянно продлевает санкции. Иногда корректирует. Например, в этот раз к перечню добавили компанию «Крымские морские порты», которую создали после аннексии полуострова. Несколько фамилий исключили, а вот нового российского посла в США оставили. Анатолий Антонов останется в списке. Как вы знаете, на прошлой неделе он стал послом России в США. А еще добавили компанию «Крымские морские порты» и, соответственно, исключили три других порта в Крыму, которые находятся в подчинении этой компании. Пока Брюссель продлевает ограничения, некоторые западные политики поднимают вопрос об их отмене. Ведь действуют не только персональные санкции против конкретных лиц, но и секторальные, которые негативно влияют на экономику России. О том, что их следует пересмотреть накануне во время одного из форумов, заявил глава МИДа Германии. «Имплементация Минского мирного договора для Украины займет еще много времени. Давайте, по крайней мере, достигнем прекращения огня и отведем тяжелое вооружение. И тогда в качестве вознаграждения снимем санкции». Впрочем, такие реплики звучат не впервые. Однако на саммитах лидеры Евросоюза каждый раз заверяют. Санкции упразднят только после полного выполнения минских соглашений. Придерживается такого мнения и немецкий канцлер Ангела Меркель. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности Брюссель. Европейское бюро телеканала Интер.